Здравствуйте, жители района Яснево. Хочу дать отчет. Была я сейчас на собрании, точнее, встреча с нашим избирателем Анатолием Выборным. Хочу поделиться своими эмоциями. Ну, во-первых, на поставленные вопросы. Я не услышала ответов раз. Во-вторых, мне очень все понравилось, что много обещаний, а действий, в принципе, никаких. Есть надежда, что, может быть, выполнятся наши условия, пожелания, требования, и нас услышат. Ну, все, сейчас, говорят, записывать интервью. В дальнейшем, как было обещано и сказано... А можете уйти, пожалуйста, с Куба? Нет, не можем, это не ваша собственность. Он вообще здесь неразрешенно установлен. У меня есть разрешение. У вас нет на Куб разрешения, покажите. Покажите на Куб разрешения. Покажите им разрешение. Вы обязаны это сделать. На разбор на конструкцию. То, что здесь стол установлен, стул. А где цифры мне продиктовываю, пожалуйста? Не-не, вот здесь. Зачем-то ушла-то? Так, где разрешение, молодой человек? Знаю, мне и делаю. Хочется услышать ответ. Кто умеет, кто делает, кто не знает. И что он сделал? Да. Он же действующий депутат. И что он сделал для нас, для ясеневцев? Вы, как его представитель, можете ответить? Или вы так только галочки в листочки собираете? Он только бумажки может держать в руках. И то они иногда улетают. Ладно, что его троллить бедного ребенка? Какой он бедный ребенок? Ненормальный он с этим... Ничего себе, бедные ребенки, да. Они мечтают любым способом заработать деньги. Здравствуйте, девушка. Я проживаю эту агитацию, вот мне приходят, мешают. Новоясенский проспект, 1311. Мы тут проводим пикет, вот, подходят, мешают. Сказали вам позвонить, начальство. Пикет? Пикет? У вас пикет? У вас пикет? У вас пикет? У вас пикет? Пикет, да. Пикет согласован должен быть. Нет, на пикет, у них на пикет, на сбор подписей есть разрешение. А вот на вот это вот нету. Нет, на вот эту конструкцию у них нету. Давай, продолжаем. На нас полицию вызывают. Здравствуйте, жители района Ясима. Хочу поделиться своими эмоциями от встречи с Анатолием Выборным. Ожидали были одни, в итоге получилось другое. Так как у нас есть наболевший вопрос по строительству незаконного объекта, толковых ответов я не услышала. Были все-таки опять одни обещания и уточнения. Это раз. Во-вторых, когда происходила встреча, почему-то очень было много вопросов, на которых не было ответов. Это два. В-третьих, хотелось бы все-таки попросить дальнейшим, если уставить встречи, то вешать оповещательные какие-то письма и так далее, чтобы больше жителей знали, что какой-то депутат, который хочет работать для нас, для жителей района Ясима, готов общаться. Также хочется еще заметить, что при этой встрече были наши муниципальные депутаты. Толковых ответов от них я вообще не увидела. Увидела только хамское отношение, особенно от Николаева. Итог подвожу один. Я, как житель района, который будет на выборах выбирать, не увидела тех людей, за которых я готова голосовать. Далой такую власть. Все. На этой встрече были жители, да? Вот кроме вас, кто там еще был? Жители были. Как они себя вели? Что там произошло? Ну, я так понимаю, что были жители специально приглашенные. И мне не совсем понравилось. Если встреча для жителей, как можно жителей подразделять по домам? То есть, если я не живу в этом доме, что я не могу обратиться к депутату с наболевшим вопросом? Или, соответственно, так далее. Поэтому мне особо понравилась эта встреча. Субтитры создавал DimaTorzok